Дорогие мои, мои золотые, мои самые хорошие, уважаемые, любимые бустеры, патроны. Вечер, пятница, и мы всей семьёй. Руслан, всем привет! Всем привет! Всем привет! С бритушей, с мамочкой. Едем на дачу, моя хорошая. Руслан приехал с дачи, и всё, мы уезжаем. С работы. Ой, откуда я сказал, ты приехал? С дачи. Руслан приехал с работы, и мы уезжаем. Всё, наконец-то мы имеем такую возможность, да, под конец лета, вот уже третий раз. Третий раз мы едем в пятницу до воскресенья, слава богу за всё. Вон там, видите, вот они, лежат два стекла для окна, ну вот, на кухне возле печки. Дай-то бог, он застеклит это окно в эти выходные. А у меня из работы в эти выходные. И покрасить мой арт-объект, то есть туалет снаружи с зелёной краской. Ну, это из работы. А так-то мы набрали стейков шесть штук, будем их жарить завтра. Сегодня мы уже, как бы, приедем, ну, темно будет. Руслан купил там готовой еды, поужинаем сегодня, будем отдыхать. Бухарская самсын у нас, как всегда, да, покажу вам потом. Так-то мы взяли шесть стейков с собой, завтра он их замаринует, вечером будем жарить завтра. Днём будем отдыхать, наслаждаться жизнью, работать, в общем, спать и так далее. Приедем в воскресенье, после обеда темно уже, закат, ну, как бы, солнышко садится. Я такая накрашенная еду с причесоном, потому что сегодня я сняла, наконец-то, для ТОП-Н видео, которое я и обещала, наверное, в течение месяца, ну, двух-трёх недель. Энн, привет! Если ты тут смотришь влог, я прошу прощения, что задержалась, но я обещала, я сняла для тебя магазин косметики, парфюмерии, ролевую игру. Так что все, все ТОП-Н, бустеры, патроны могут наслаждаться сегодня ролевой игрой магазин косметики, парфюмерии. Это по заказу Энштоковой, а вчера также для ТОПов и бустеров по заказу Екатерины С. Сорокина же такая, привет тебе, моя кошечка. Я сняла макияж, в общем, у меня получилось в четверг и пятницу два видео для ТОПов, но так получилось. Перед ТОПами у меня особое обязательство, поэтому всех прошу меня простить, кто не может смотреть эти видео. Буду вам снимать влог, приеду в воскресенье, влог сделаю. В понедельник будет распаковка покупачи, там, корейскую косметику наконец-то вам сниму, там, для губ средства, туши для ресниц новенькие. Ну, в общем, всё будет, не переживайте, всё, поехали, давайте. Мы едем, у нас жарко сколько, 29, а время уже 7 вечера. Днем, я не знаю, сколько было. Расскажу вам ещё, что... Ну, пока я это помню, а то я там помню, здесь не помню, да? Вчера, в четверг, я ездила к своему ревматологу, моя хорошая. Я что-то приболела вот в августе, как-то мой артрит, как говорится. Стал давать о себе знать, но это же такое заболевание волнистое, как говорится, да? Я поехала, в общем, она мне выписала уколы проколоть, 10 уколов. Там, как для суставов, вчера я начала по уколу через день, 10 раз. Вот, вчера я сделала укол первый, завтра я с собой взяла, ну, это ладно. И она будет пересматривать лечение, сказала мне. В октябре будет комиссия, вот, я же симпони получаю генноинжиниринговый препарат. Она сказала, что надо, будем пробовать менять симпони на другой уже генноинжиниринговый тоже препарат, ну, как бы на ступеньку выше, я не знаю. Я не понимаю ничего в этом, потому что, говорит, ну, вот симпони же, по-моему, я третий, да, год колю? Боже, первый где-то полтора, около двух лет он хорошо, я же летала. Сейчас опять я болеть стала. Ага, я просто не говорю об этом часто. Она говорит, надо менять, значит, уже симпони это. Будем пробовать. В общем, вот такие пироги. Что хочу сказать вам, мои сладкие. В такие, ой, простите за мой палец, у меня рука устает вообще. В такие моменты, когда он не обостряется, особенно вот эта вся канитель, да, я все время думаю. О здоровье. Больше ни о чем, честно. И думаю, у меня как-то, знаете, охота залезть в такую, как бы, ракушку, в такое закрытие отсек. И вообще, чтобы меня никто не видел, не слышал, и ничего по мне не говорил, и вообще не знал меня. Вот так вот, у меня вот такое состояние, ага. Ну, я надеюсь, что все будет хорошо. Я продолжаю снимать вам, потому что я вас люблю. Меня это отвлекает от всего. Я люблю свою семью, Руслану, собаку, своих детей. В общем, все будет хорошо. Вот такие у меня новости. Давайте, поехали. На пять минут уже у меня тут разговорчики. Сейчас на родник заедем еще эти воды наберем, да, у нас бы тут с собой. У нас там воды чисто нету пить. Ну, мы ее тут идти, мы-то в чайнике. А когда, которая там вода течет, мы ее не пьем. Мы ее только моем и моемся. Всех люблю, всех целую, обнимаю, мои хорошие. Давайте, поехали. Ну, что, девчата, смотрите, открыла краску, открыл Руслан. Я вот ее мешаю. Вот такая красотень. Кисточка у меня. Короче, сейчас буду клочья скрасить мой арт-объект. Дай бог, чтобы дождя не было часов пять-шесть. У нее высыхание на отлипание шесть часов. Ну, до вечера она уже должна подсохнуть. На улице вообще-то тепло, я не знаю, ну, градусов двадцать пять минимум. Потому что я вот штаны одела с кофтой. Ну, чтобы вся зеленая-то не быть. И мне не это. Ну, Каш, вот так вот сейчас смотри. Ты что, уже выключил? Нет. Ну-ка, вот так вот сейчас мы ее... Ну-ка, такая краска красивая. Ну, прям как это вообще. Ну, ладно. Начну снаружи, потом вниз, спущусь внизу сначала. Потом дверь, не знаю, внутри сначала. Потом полную я буду выметать вот этой щеткой. А потом дверь. Ладно, все. Руська, выключай, пошла я работаю. Сейчас. Мариноват сейчас, смотри, тоже. Угу. Хорошая мяско. Ну, все, ты их подготовил, да? Угу. Намазали лук, хотя луком, говорю, специями, солью. Вы все видели, девочки. Если вы этим, подсолнечным маслом, лучше оливковым. Ну, на дачу пойдет. Все. Розмарин и тимьян у нас есть. Это потом, когда они будут готовы, он их вот так же, ты будешь выкладывать и на них траву класть и закрывать, да? Ну, да. Чтоб отлеживались. Ну, все. Пойдемте огонь разжигать. Всем привет, всем доброе утро. Сегодня какое утро восхитительное. Мы с брюточкой вышли. Вон она, моя куколка. Привет, привет. Привет, доброе утро, тепло, солнышко. 7.45. Я выспалась. Ой, какая красота. Домой точно не хочу ехать. Сейчас моюсь. Умоюсь, кофе попью. Сегодня у меня работа есть. Я буду оливить окно, которое Руслан. Вчера застеклил. И хочу покосить травку немножко, сколько смогу. Тут тенечек. Иди сюда, котик. Иди сюда, моя красота. Сейчас покажу. В общем, Надия, которая нам продала дом, у меня собака набежала. Она была второй хозяйкой. А первый, вот она 10 лет владела этой дачей. А так, он говорит, в 86-м году. Он и вот хозяин нашей дачи, я забыла имя. Они получили эти участки. Начали вот строить. Ага. И это... Сейчас как бы спуститься, мне не упасть. Тут камни катятся. И, в общем, получается, говорит, вот... Надия вторая была хозяйка. Он говорит, такой сад был, столько малины. Мы, говорит, с ним соревновались в малине, в этом, как его, в смородине. Вот. А потом, говорит, у него умерла жена. Где-то в 2011-м году, он говорит. И потом, говорит, он умер. И его дети продали вот на Дии. Я говорю, а вы кем работали? Какие дома понастроили? Железо, Грюка, мы все. Он как мы строители. Ладно, приехал папочка за нами. Давайте. Всем пока-пока. Надеюсь, вам было интересно с нами. Люблю вас всех. Давайте. Пока-пока. Пока-пока.